всем привет мои хорошие спасибо что заглянули на мой канал и сразу спешу вам всем сообщить про котят котят я так и не нашла хотя уже обошла ближайшие подвалы и из соседнего дома и нигде нет и нет даже кошки и даже нет следов что она там была и в общем то у детей спрашивала которые гуляют на стадионе часто играют там они тоже говорили днем не видели но я когда отправила еще вечером сына посмотреть или есть там котята или кошка чтобы он прошелся когда гулял с собакой он заметил там кошку воровку помните которая увела у нашей чернушки двоих котят когда я лечила четверых котят с больными глазками а потом увезла их в приют и мне удалось только двоих завести потому что двоих увела кошка которая вот-вот должна была родить и возможно это кошка и испугала и возможно еще и утащила рыжего котенка я конечно не уверена но сын говорит что она там была и я же специально оставляла там корм что вдруг может вернется увидеть что там есть еда и принесет туда детей но сын увидел что эта кошка там есть и что она залазит туда в домик там нюхает там мисочка стояла в домике и я подумала что скорее всего эта кошка разведала лазейку чья эта кошка я не знаю и приходит она ко мне крайне редко есть потому что ее лупят мои кошки кукушка и чернушка они подваливают и она убегает я порой где-то в стороне ей даю поесть потому что меня жалко всех животных в общем как-то так ребят пока никаких результатов жалко что хотела их вылечить хотела пристроить но вот так вот не получилось ничего ладно давайте переходим главному сегодня я хочу просто обсудить канал абракадабра и многодетную маму евгению и кто помнит я уже на своем канале делала обзор видеоролика где это евгения угрожала александру что подаст прокуратуру что он собирал деньги якобы ей на жилье жилья никакого не было приобретено и она несла там такую чушь говорила что он такой секой что он обманщик что он обещал он не выполнил свои обязанности в общем есть такое видео на ю тубе и там целый стрим она вела целый час она обливала этого человека невидомо чем и вы знаете мне тогда стало так его жалко думаю ну я бы на его месте ни копейки бы не отдала ей вообще а эти деньги бы пустила бы в пользу других каких-то героев которые действительно нуждаются в помощи и при всем том сама история с этой евгении мне показалось очень странный сама евгения странная как она оказалась в подъезде я еще подумывала что все это как-то вот наиграно я все как-то размышляла и не могла понять но потом я как-то переключила свой мозг чтобы не подозревать не ковырять просто ждала какого-то продолжения и что думаю будет дальше и какое все-таки александр примет решение и что он вообще решит относительно этой мадам мадам это мне сразу показалось не очень хорошей матерью незаботливой она курящая и как мне тоже показалось что она любитель и алкоголя и вообще сама по себе такая необразованная ленивая неряха общем не понравилась она мне катастрофически это женщина не было единственное жалко этих детей с которыми тоже было все непонятно они были в каком-то то ли санатории то ли пантеанате и его думаю куда она с этими детьми хотя ей было снято квартира она жила в квартире плюс была установлена программа и александр купил ей телефон и установил специальную программу где она и в общем то там какую-то крипто крипто я в этом не понимаю и где она просто снимала проценты и оплачивала квартиру хотя она говорила что она еще там где-то работает зарабатывают какие-то деньги в это я не верила но в общем ждала чем все таки все это закончится и тут я увидела видеоролик что александр все-таки решил купить квартиру этой мадам и вроде как уже и нашел эту квартиру но тут вообще пошло блин фиг чего и сбоку бантик он начал ей звонить вроде как хотел ее обрадовать что нашли квартиру и в общем то и по деньгам нормальный все классно и осталось ей только приехать посмотреть там заключить вот этот вот договор купли-продажи ну она начала что-то выпендриваться а я не знаю а я хочу другую квартиру а ближе к москве начала говорить с какие-то варианты якобы еще и ставить условия радовалась бы слушайте радовалась что от нее окончательно не отвернулись а еще предлагают какие-то варианты жилья ну нет же то с билетами там комитет была потому что она все тянула и не оказалось билетов на нижних полках ей пришлось на верхней ехать короче она еще долго выпендривалась еще и не поднимала трубку в итоге конечно она там согласилась ну и последний видеоролик где я ее увидела совершенно наигранную совершенно не благодарны когда она получила квартиру и молодец он что эта квартира была оформлена на ребенка они на нее и возможно не особо ее это и устроило хотя видео было знаете такое более критическое где александр критиковал ее высказывал ей спрашивал вы чем она недовольна и что есть делали такого плохого что настолько мусора на видеоролике прямо в стриме вылила и в общем да она там сначала оправдывалась то не говорила то не делала то тот мне сказал то этот сказал в итоге она в конце уже говорила что ей уже настолько слушайте стыдно но я этого стыда в ее глазах совершенно не увидела обычная вот такая обманщица и хитрая и честно вот мне не верится что она все равно будет работать как александр уже когда уезжал он говорит но вот мне не верится говорит что она все-таки будет работать также и мне но не привыкла она к работе но не привыкла единственное чтобы хотя бы она оформила все вот эти вот льготы на детей чтобы хотя бы дети не были голодные потому что там по квартире квартплата какая-то совсем уж небольшая но знаете для меня это шок и для меня это слушайте железные нервы у этого человека который столько помоев на себя получил со стороны этой женки и он все равно пошел навстречу не ей а как он говорит детям слушайте это он сделал великое дело и достойно похвалы потому что я и бы точно уже отвернулась бы от этого человека и не стала бы даже разговаривать и ради детей даже не стала бы никаких с ним дел иметь но вот честно да а он все-таки переступил через эту грязь и помог детям слушайте я конечно в шоке я понимаю что канал там огромный и просмотры гораздо больше и помощь поэтому есть и помощь реальная настоящая и не с пакетиком еды там была приобретена и мебель в эту квартиру и все равно да вот как-то хочется все равно сравнить на знаете сами с кем с каналом доброделов ой хотя уже у них давным-давно говорят что канал надо очень очень срочно переименовать но все равно знаете вот какой бы канал я не смотрела благотворительной тематики у меня все равно это плавно плавно идет сравнение с доброделами хотя близко с ними не поставишь ни один канал вот все равно я сравниваю и возможно мои зрители да невозможно а точно кто-то из вас смотрит абракадабру поэтому жду ваших комментариев пишите что вы думаете вот как бы вы поступили я нет я не смогла бы больше иметь никаких дел с этой женкой это точно жду жду вашего мнения и не забывайте поставить лайк кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал всем добра любви хорошего настроения ну конечно же здоровья всех обнимаю крепко-крепко пока